Доброго времени суток, дамы и господа! Лежание под открытым окном всё-таки не прошло наром, горло болит, состояние не очень, соответственно, стримить в своём обычном режиме по 8-10 часов я не смогу. И в ближайшие пару дней ограничусь видосиками по поводу билдов, которыми играл в текущем сезоне, а именно нового персонажа с батлпаса из Капист Бинг. Вот и моя интерпретация фаербола, а также новая КВК Тея, которую я играю в данный момент. По поводу бинга. Так как весь мой прогресс был описан в нескольких видео, вытаскивать оттуда информацию для людей, я думаю, что не очень удобно, и я решил сделать компиляцию всего того, что я для себя открыл, рассказать про класс в одном месте, как говорится, чтобы всё это было удобно и максимально полезно. Хочу сразу предупредить, что всё, что я сейчас буду говорить, полагается на реалии третьего сезона, без нерфов, либо без бафов, не знаю, что будет происходить с этим персонажем. Соответственно, это стоит учесть, когда вы будете принимать решение, стоит ли играть данным персонажем или нет. Ну и начнём с самого начала. На чём качаться? На чём качаться? То есть, если персонаж первый, вы стартуете им сезон, вот, гайд, который предоставляется в игре, он, в принципе, хорош. Этой штукой можно пройтись у компании, без каких-либо проблем, без каких-либо вещей, вот. На тот случай же, если персонаж не первый, можете позволить себе какие-то вещи на него во время прокачки, и лично я рекомендую сразу же спекаться в то, в что мы будем играть дальше. Это спелл билд, потому что Ньюби Гайд предлагает нам использовать атаки, они местами лучше, местами хуже, но мне кажется, что они собираются дороже, вот, и спеллы искриваются, на мой взгляд, лучше, и я играю на спеллах. Билд отлично справляется с прогрессом по Атласу, с первым по седьмой тиры, закрывает всех боссов, особо сильный и требовательный к гиру, вот, играется, грубо говоря, прямо с пола, вот, и, соответственно, что я бы рекомендовал брать. Ну и начнем по порядку, предлагаю разобраться в талантах персонажа. Что такое наш Бинг? Бинг — это типичный минер или траппер из пассов экзайла, с очень похожей механикой, которая засовывает тот спелл, который у вас в первом слоте на панельке, в мину, мина кидается, мина взрывается, наносит урон, выпуская проджектайлы, в ближайшую цель. Я хочу заметить, что перс играется только через проджектайлы, возможно, другие его вариации, альтернативные спеки, будут играться через AOE, скиллы и так далее. Вот сейчас нам доступна только версия с проджектайлами. Самый первый его перк, Doom Shot. Это и делает наши мины еще более сильными. Основная концепция здесь заключается в том, что в зависимости от того, является ли наша мина атакой или спеллом, она получает плюс одну бросаемую мину за каждые 100% каст и атак спида. Соответственно, набираем сотку, персонаж кидает 2 штуки, 300, 4 штуки и так далее. Вот это очень сильно повышает наш демод шалпут в секунду. Очень хорошая штука. А также за каждый additional атак и каст спид, причем, насколько я понимаю, этот талант работает вне зависимости от того, какой категории у нас спелл, дает нам additional damage, additional projectile damage. Далее. Развилка на 2 таланта, которые якобы подразумевают то, что верхний Dangerous Runaway мы будем использовать на зачистке мап. Второй же на боссинге. Так как наши мины имеют фиксированный атак спид в полтора, то есть мы можем делать полтора броска в секунду, эта штука повышает нам количество бросаемых мин до двух, но запрещает использовать чейн или джам, как он написан в игре. Несмотря на это, лично я все равно даже на боссинге использовал Dangerous Runaway, потому что его стаки, насколько я понимаю, может это баг, не скидываются во время того, когда мы двигаемся. Стаки именно на уран. Могу продемонстрировать все это в игре. То есть мы берем наш талант, начинаем бегать, получаем максимальное количество стаков, кидаем бомбы и они каждый раз у нас обновляют свое действие. То есть мы постоянно получаем additional damage. И это как по мне лучше. То есть я все время использовал талант, плюс он дает еще и move speed. В общем, мне очень нравится, все хорошо. Вот. Aggregation Lot. Данный талант увеличивает projectile damage от наших бомб за каждую мину, которую мы кидаем. Это форсит нас набирать максимальное количество атак и касс спида, либо какими-то другими источниками, как Doomsday Fishing, о котором мы сейчас поговорим, заставляет кидать как можно большее количество бомб. Тут особо сильно думать нечего. То есть можно настакать до 10 стаков данного перка и получить до 240% more projectile damage. Это очень круто, это очень классно. Пользоваться мы этим обязательно будем. Соответственно, сам Doomsday Fishing. Талант сверху неконкурентно способен. Его рассматривать я даже не буду. Что он делает? После использования Empower Skill, Empower Skill, напомню, что это такие скиллы, которые имеют тег Activation, хоть несмотря на все, что написано, что это Empower Skill, и они являются Activation скиллами, дает нам баф, увеличивающий в два раза количество мин, которые мы кидаем. Соответственно, делая так, что для достижения максимального количества Additional Damage Segregation Load нам нужно иметь в спокойном состоянии 5 бомб, то есть 400% атак и касса спида, чтобы за бросок кидать 10 бомб. Даунсайдом данной штуки является то, что во время того, как мы не имеем фишин, мы не можем кидаться бомбами. Сам фишин является бафом, увеличивается скилл эффект дюрейшеном, и его кулдаун снижается кулдаун recovery speed. Соответственно, впоследствии, когда мы будем билдить нашего персонажа, мы обязательно возьмем варлока из Goddess of Deception, потому что этот класс будет нам давать максимальный аптайм бафа, соответственно, максимально увеличивать наш урон. Таланты в последнем тире. Radiation Effect не особо сильно хорошо работает. Этот талант хорош на маппинге, потому что позволяет взрывать мины инстантно, без задержки, то есть на Т7 картах или на каких-то фастранах, когда у нас уже овер до хера урона, он будет хорош. На люблём боссинге, либо на Т8 мапах, Френзи Хаунд показывается гораздо лучше. Работает вот таким макаром, что за каждую бомбу, которая будет автоматом прилепляться к ближайшим врагам с наибольшей рарити, то есть к уникальным, к рарникам, персонаж прилепляет бомбой, и каждая бомба будет давать по 5% more damage до тех пор, пока не взорвется. Вот, нам добавляется 1 секунда Detonation Time, и, соответственно, мины будут взрываться не инстантно, а с задержкой. Вот, и на стак таких бомб можно аж до 30 штук, получив дополнительные 150% more damage. Соответственно, на боссинге это талант прям номер один, и не контрится абсолютно ничем. Вот такие расклады по нашим трейтам и талантам. Наверное, сразу стоит рассказать про релики. Вариаций тут особо сильно нету. Для бюджетного варианта мы берем наш обычный релик. Максимальное возможное количество хера мемори эффекта. Скорее всего, показатель будет в районе 30. И вторичным статом можно взять, на самом деле, много чего. Как additional projectile damage, как additional damage по элиткам, чейн, который нам очень сильно пригодится на зачистке, крит рейтинг, атака к спид, в общем, варьируется все для того, что вам нужно в данный момент. Лично я брал бы, на самом деле, чейн, освобождая себе лишний суффикс для других статов на наших мемори. Мемори будут выглядеть следующим образом. Мемори для максимально быстрого маппинга, когда нам хватает урона. Это move speed. И еще один move speed, когда мы кидаем бомбы. Это дает нам очень много move speed. Мемори, которая нужна для урона в сингл-таргеты или какие-то жирные цели. Это additional damage, когда рядом с приземлением мины мы имеем элитную цель. Элитные цели это рарки или уники. И второй стат это либо critical damage. Я в своем случае брал critical damage. Либо еще more damage под empower skill'ами. Но такие рельки обычно слишком дорогие. Релики с кридом агом гораздо дешевле. Лучше выбор за вами. Что найдете, то и найдете. Напоминаю, что все эти статы бафаются хиромами реэффектами. Соответственно, один релик нам может давать вплоть до 40% additional damage. Такие релики мало у кого найдешь. Ну и еще третий вариант расскажу, про который я упоминал чуть ранее. Это chain. Chain очень сильно помогает на зачистке. Хоть и уменьшает FPS фактически, но позволяет гораздо быстрее чистить мапы, гораздо более продуктивно добывать валютку на дальнейшие апгрейды. Вторым статом для него, опять же, можно взять муспит, если у вас достаточно урона, или же урон, если у вас все с ним плохо. Уникальная memory работает еще лучше. Уникальная memory за каждую кинутую бомбу после использования Empower skill'а дает до 25% memory effect'а и стакается до 5 раз. Соответственно, максимальное увеличение хира memory effect'а может быть в 125%. И если брать в расчет релики подобного рода, сами понимаете, насколько много урона они могут давать. Стоит это дорого. Есть за что заплатить. Вот. По поводу наших деревьев. Я изначально говорил, что лучше всего пытаться играть в спеллы, но так как спеллов бингу в течение всей кампании не дают, возможно, это делать только в том случае, если мы играем нашим персонажем уже в виде альта. И если такой расклад, то я хочу посоветовать играть через новую добавленную механику, механику спеллберст. Что делает спеллберст? Это такая штука, которая кастует определенное количество таких же заклинаний, которым мы пользуемся. Соответственно, как думалось, что оно должно использоваться. То есть ты кидаешь. В случае, когда ты это делаешь сам, без использования какой-либо обилки, да, projectile в нашем случае, персонаж просто-напросто повторяет спелл несколько раз. Сейчас для примера возьму какой-нибудь не projectile спелл, к примеру, вот Ring of Ice. И кастую Ring of Ice. Персонаж кастует его еще несколько раз. Без какого-либо необходимости его повторять самостоятельно. Что же происходит с минами и с бингом? Мы изначально думали, что будет кидаться мина, и из мины будут вылетать спеллы энное количество раз. Все оказалось куда хуже в лучшем плане. Вот, кидая бомбы, один раз мы выкидываем целый стак бомб прямо под цель. То есть спеллберст применяется именно на сами мины, а не урон с мин. Это на порядок лучше. Это позволяет очень сильно увеличивать у нас бурстовый DPS. Это очень хорошо. И плюс того, что они таргетятся сами, делает маппинг вообще ноубрейновым. Мне это очень сильно нравится. Соответственно, абсолютно без вариантов. Два наших спека в Godess of Knowledge. Это будут сама Godess of Knowledge и магистра, которые завязаны максимально на спеллберсте. Третьим же спеком будет Warlock, потому что это безальтернативный вариант для постоянного аптайма нашего Doomsday Fishing. Об этом чуть-чуть попой, давайте разберем таланты. Особо сильного выбора здесь нету. Мы берем Damage, мы берем Атака Каст Спид, мы берем Крит Шанс, стакаем ХП, ман и резерв, который нам очень нужен. И на этом моменте в принципе уже на самом деле можно брать два таланта и сваливать отсюда. первый талант это Бекон на максимальное количество спеллберстов, второй это Additional Spell Damage и Additional Skill Cost, который дает нам просто чистый урон. Таланты, которые очень сильно необходимы в этом дереве. Данные таланты на зарядку спеллберста, если честно, я считаю не очень эффективными, расскажу чуть-чуть попой, же почему. Однако, вот, плюс один спелллевел и плюс один максимальный фокус блесинг это штуки, которые придется брать, ну, правда, потом, либо можно выкидывать ХП и оставаться таким более стеклянным или опять же ман и резерв, все будет зависеть от того, какие ауры мы собираемся пихать. Я оставлю расклад вот таким, Max Roll данный будет в описании к видео, соответственно, можно будет на него посмотреть. Магистр. Магистр очень сильный класс, его последний перк PlaySafe применяет инкризы и декризы касса спиду к зарядке спеллберста, соответственно, делая любые ноды на зарядку спеллберста, такие, как есть в Godus of Knowledge, абсолютно бесполезными, потому что касса спида у нас будет много. Много, это даже слабо сказано, его будет очень много. Минусом данного дерева является то, что количество ХП, которое есть на этом дереве, пока мы все еще играем в ХП, потому что в самом начале билда строения нашего персонажа, невозможно играть в Energy Shield, является нулевым. Здесь абсолютно нету никаких нодов на ХП. Соответственно, мы вынуждены брать дэмэдж, опять же, касса спид. Далее, так как альтернатив здесь никаких нету, мы берем скилл радиус, крит шанс, еще больше касса спида, аура эффект, очень хорошие ноды. Далее, здесь, как я говорил, проходные на зарядку спеллбруста не очень хорошая штука, но они ведут нас к максимальному спеллбрусту, это очень сильный талант, который потом мы еще будем брать на табличках, но о табличках я расскажу чуть о пэч. Вот, и крит, дамаг, собственно, за каждый фокус блессинг, которых у нас, опять же, будет много. Далее, в принципе, полезные таланты заканчиваются, их 33 и на что-то брать. Вот, и тут выбор состоит из либо набирания бесполезного энергии шелда, пока мы играем не в энергии шелде, либо я в своем случае беру скилл эффект дюрейшн, скилл эффект дюрейшн работает на все наши бафы, и дефенсив скиллы, что на самом деле очень хорошо и полезно. В талантах здесь, опять же, никаких альтернатив. Банч, это урон за фокус блессинг, который мы стакаем, остальные два таланта не очень эффективны. Вот, здесь плейсейв, который, опять же, повторюсь, инкризы и декризы к кастспиду, применяет к зарядке спеллбруста, вот, и делает нам практически неэффективным использование обычных спеллов, так как уменьшает количество урона значительно для всех пилов, которые не используют спеллберст. Далее, варлок. Для чего берется варлок? Основная его польза от перка Индифференс, который инкризы и декризы как к атаку и кастспиду применяет к кулдаун рекавери спиду, соответственно, ускоряя перезарядку всех наших бафов, дебафов, дефенсив, скиллов, блинка и прочей и прочей лабуды, а также нашего Думсдэй Фишина, делая его аптайм пермоментным. Соответственно, мы постоянно кидаем максимальное количество мин, это очень классно. Ну и в целом варлок довольно-таки приятный персонаж, потому что здесь очень много всяких приятностей в дереве, о которых сейчас я, собственно, и расскажу. Второй его перк Of The Bitten Track, который позволяет брать всякие интересные саппорты в виде селфишнеса либо Precise сил конвержена, который увеличивает манн резерв серьезно просто за бесплатно. Об этом чуть попозже опять же в стартовом билде все это использовать мы не будем. Выходим мы здесь через Damage, опять же берем Атака Cast Speed, здесь очень приятные ноды на манн резерв, Empower Skill Effect, это очень много урона. Далее, если вы используете Defensive скиллы, то можно брать это, но в Live-версии на них по-моему не остается места. Далее Cooldown Recovery Speed и максимальное количество зарядов наших всех кулдаунов на 1. Далее с демеджем, атака с спидом и скилл левелом. Снизу есть 15 Elemental Riss что полезно во время одевания. Далее присутствуют ноды на ХП. Вот и опять же три ярко три ноды надо куда-то вложить. Здесь есть крит, можно брать его либо Skill Effect Duration либо Defensive Skill Effect тут уже выбор будет за вами. Итак, базовое дерево должно выглядеть примерно таким образом. Вот. Чем шпилить? Чем шпилить? Я думаю, сначала стоит рассмотреть скиллы, а потом уже переходить к нашему эквипу. Так все прекрасно видно, да? Лично для меня выбор был изначально очевиден, projectiles пылов у нас у нас в принципе немного это были Chromatic Shot Fireball или Thunderbolt Overload Thunderbolt Overload мне не понравился из-за того, что он сильно спамит Chromatic Shot из-за того, что у него какой-то очень маленький дамедж эффективность ну и наверное просто я был предвзят к Fireball потому что я очень его люблю хорошо работает спелл у него довольно-таки большой дамедж эффективность и базовый дамаг плюс он очень хорошо чистит потому что когда взрывается он выпускает еще снаряды вторичные которые могут помогать вам на зачистке ну вот Split Fireball линком в наш Split Fireball безальтернативным который абсолютно не контрится ничем является Psychic Burst Psychic Burst дает нам additional дамедж для спеллберстов которыми мы в основном и пользуемся далее пока у нас нет хорошего гера без альтернатив опять же является линком это крит рейтинг и крит дамедж а далее уже идут вариации Elemental Fusion является наиболее эффективным гемом если мы не будем пытаться накладывать какие-то альтернативные рейтинга то есть Ignite Frostbite или Шок делать мы этого не будем это максимально возможный гем на мультиплайер дамеджа вот и последний линк уже опционален если мы имеем количество наших фокус чарджей в количестве 8 штук то сильнейшим линком будет оверлот если же мы не имеем 8 поверчарджей то наиболее сильным будет спелл концентрэйшн напомню что наш фаербол является ауе с пылом соответственно он на него будет работать далее перемещаться наш персонаж будет с помощью блинка во первых это очень быстрый кулнаун во вторых в этом панче добавили очень интересный саппорт гем для муфобилок который увеличивает дополнительно урон от спеллберста еще больше то есть на 10 лишних процентов очень классно очень мне понравилось далее ну и magic dash который увеличивает количество дашей количество зарядов даша на 1 и дает немножко моспеда далее очень необходимые штуки которые должны быть на панели которые дают нам урон это манабойл саппортится манабойл с помощью self-sacrifice увеличивая эффективность и с помощью мани еще увеличивая его эффективность далее можно брать данный талант secret original лишь который дает нам more cast speed хоть здесь ничего не написано однако эта штука работает только когда мы стоим и вливаем в стоящий таргет вот если же мы не вливаем в стоящий таргет я рекомендую использовать arcane circle arcane circle дает нам за каждого энеми в районе нашего круга спелл дамаг и спелл и elemental penetration сопроводится все также с помощью мании спелл sacrifice и well fought battle который за каждый стак нашего бафа их будет у нас 5 плюс он будет давать еще больше эффект хилиться будем банкой пока нету никаких альтернатив банка с Residus и Emerge Restoration так выведет наш сетап основных гемов далее перейдем к аурам Resize Projectiles дает additional projectile damage очень полезная штука в этом патче очень сильно порезали мана резерв на 15% elemental резистансов настоятельно рекомендую иметь их у себя в линках это дешево это дает много резов освобождает довольно-таки большое количество суффиксов под какой-нибудь урон или под выживаемость в общем полезная фигня далее потому что мы Warlock и очень хорошо скелимся от атак и касс спида я рекомендую использовать Summon Thunder Spirit с Super Power и о линках вот это будут все наши ауры и Magic Source добивает наш пятый линк брать его 20 левла не обязательно смотрите сколько насколько вам хватит его выкачать чтобы не было проблем с маной это все наши ауры далее Curzon Hit Setup со Scorch с Abysmal Hatred и Seal Conversion плюс Euphoria on Hit в которую мы засовываем Fixate манию ну и наш сетап должен выглядеть примерно так сюда можно закинуть Thunder Light Bond это дает нам дополнительные Lightning Damage и Lucky Hit но естественно он не очень удобный вот первое время я использовал здесь Arcane Circle но впоследствии мне показалось что он лучше показывает себя на панели Secret Region Unleash лишь жирает наши чарджи когда мы не стоим и активно не вливаем в наш Single Target таким макаром будут выглядеть наши Skill Point далее переходим к Geer на ранних стадиях персонаж особо не требователен по шмоту абсолютно никаких именно нужных уников нету есть крайне рекомендуемые которые будут давать за небольшую свою цену максимальный прирост к урону именно это варежки которыми пользовался я это Marksman Bracers они дают HP Projectile Damage и Chain Chain очень сильно повысит наш Clear Speed плюс дают Additional Damage за Chain мне повезло я себе их сам закарабтил на дополнительный Damage за Chain пользовался ими очень долгое время пока не спекнулся в Energy Shield далее хорошим слотом является Pale Mist Embrace особенно с карабтом на конвертацию инкризов и декризов ария эффекта в ария дамаж напомню что Fireball опять является ария дамаж и скидывается от подобной темы но для этого придется в дереве Goddess of Knowledge и магистра забирать весь ария дамаж поезд дает хп скил радиус элемент лизы причем все что нужно абсолютно хорошая штука шапка шапка должна быть конечно же желтой и с wellburst но но так как всего этого может быть недостаточной на рынке можно брать можно брать просто шапочку vivid color на которой может ролиться спеллберст второй стат нас особо сильно не интересует если это будет ман резерв или скилл левел будет просто отлично чест чест опять же присутствует вариант одевать sky devory armor на котором есть все интересующие нас статы это life all резы area damage и skill radius хорошо синергирует в случае того если мы носим pale мисс а так можно использовать любой чест на котором есть резиста и хп далее каких-то уникальных ботинок я припомнить не могу в слоте кольца безальтернативным вариантом будет chaotic ending нам очень нужна генерация фокус чарджей при крите вот этот стат должен быть обязательно на кольце в дальнейшем если что-то к нему прилепится будет отлично быть там могут spell damage create damage если будет и то и другое совсем хорошо либо максимальный фокус чардж второе кольцо может быть опять же вторым chaotic ending с каким-то интересным статом либо это может быть просто рарное кольцо которое позволит вам закрыть недостающие резисты каких-то особо крутых уникальных колец если честно я не припомню фьюри харт может быть опять же restless glacer может быть но придется использовать другие линки так что я если честно не особо полагался на подобного рода уникальные кольца либо рарка либо еще один chaotic ending идеальным раскладом на мой взгляд будет являться максимальный фокус блессинг один или два стата на крейт дэмэдж или спел дэмэдж это прям супер эндгеймовое кольцо если вы будете дальше бустить вашего перса далее остальные все слоты забиваются раками на первое время если совсем все плохо если все совсем плохо есть вариант использовать турбобюджетный вант падающий с гварда в форстовом регионе это рефорджет статуя вот она дает довольно таки много крейт рейтинга дополнительные агильти блессинг и праджектайлы для ваших спелов хорошо будет работать если вы используете хроматик шот к примеру а не фаербол либо не знаю те же самые спринг ресуррекшены которые ничего не стоят и дают ну в принципе нормально для ванды за там полфе вот если же мы будем выбирать себе какую-то рарную ванду вот мы берем базу на спеллдэмэдж в идеале мы хотим иметь здесь плюс к фаерскилл левелам и урон от спеллберста это два стата которые нам точно нужны на ванде все остальное уже приятные бонусы найти такие ванды сложно если получится сделать это задешево очень хорошо но обычно задешево это делать не получается вот продон не та база вторая ванда в принципе должна выглядеть так же вот опять же небольшой плюс игры хроматик шотом а не фаерболом вот по сингл таргету наверное они не сильно различаются хроматик шота будет немножко неэффективно использоваться курса однако вепоны с хроматик шотом будет сделать гораздо проще потому что напомню что хроматик шот имеет все теги можно использовать физикл колд лайнинг фаер и ружин плюс два в отличие от фаербола который может использовать толк плюс два фаера вот но я оставлю как пример алкина фаербол шея шея желательно чтобы была на базе с касс спидом на которой будет опять же максимальный спилберст и фаер скилл левел опять же хроматик шот здесь будет лучше все что найдется свыше этого хорошо не найдется и хрен далее какие-либо ботинки база в принципе не важна можно взять какую-нибудь срезами чтобы было попроще их собирать какое-то количество хп какое-то количество мусспида все остальное опять же уже приятные бонусы потому что вспомнить какие-то уникальные ботинки я не могу да и они я собственно не нужны вот по поводу дальше вандов если брать какие-то рассматривать более эндгеймовые палки настоятельно рекомендую смотреть их еще и с касс спидом в суффиксе потому что это дает нам больше кидаемых мин и позволяет проще достичь кап в 400% нашего касс спида таким макаром будет выглядеть хпшная стартовая версия нашего персонажа вот в подобной сборке если персонаж выкачан вот и взято все что тут я указывал конечно может быть не уникальная memory не уникальный релик чуть-чуть меньше там 300 миллионов демеджа и что у меня получилось когда я переоделся в спел и собрать порядка 300 лямов и я что-то охирил на самом деле с перформанса перса вот дамаж очень хорошо единственный минус в том что не очень хорошо передвигается и задержка вот его задержка перед броском мины это большой его минус то есть он не может спамить у тебя есть фиксированное время броска твоих мин на боссинге это ок на маппинге иногда хочется двигаться чуть-чуть быстрее вот фиксится его мувспид это опять же стаком хорошего мувспида на ботинках и мемори которые при наличии достаточного количества урона на урон не нужны можно брать спокойненько много-много мувспида и бегать вот также если урона достаточно вместо одного из дамажных бафов манобойл к примеру вместо аркейнсеркла можно брать блюри степс которые позволяют нам бегать и еще и получать крит шанс при использовании следующего спола что тоже очень хорошо на этом в принципе заканчивается лайф-версия билда такой билд уже может фармить т8 при достаточном количестве инвестиций в ранние слоты правда минусом его является не очень хорошая выживаемость потому что все-таки напомню в магистре у нас абсолютно нету никакого хп хп будет в районе 3000 и этого мало для того чтобы жить на т8 его очень сильно апнули там бьют вот и из-за этого пришлось мы лично мне пришлось думать как же быть что же делать пришлось спекаться в энергии шилл в котором можно разогнать как и демедж митигейшн более простыми способами так и столб увеличить в два раза соответственно переходим к более эндгейм вариаций нашего билда а именно вариация через лоу лайф и стак энерджи шилда деревья у нас остаются все те же единственное мы стараемся избавляться от нодов на хп хотя они будут давать нам косвенно какой-то урон мы берем максимально возможное количество талантов на энерджи шилд частично можно поскидывать урон здесь уже да лично я к примеру выходил вот здесь вот через энерджи шилд не брал дамаг потому что в этой вариации его очень много и на маппинг на обычный он если честно не нужен ноды на дефенс тут нужно смотреть по поинтам я сейчас уже не помню насколько много можно кидать вот но общий вектор развития покажу что здесь можно менять на энерджи шилд опять же здесь лайф можно откатывать и брать энерджи шилд вот здесь вот соответственно увеличивая количество инкриз к нашему шилду на порядок что же будет по шмоту основой нашего билда в энерджи шилдовом билде будет пояс под названием light hunter belt в своем изначальном состоянии он не очень крут если что он хорошего дает это много много с билдом уже на лоу лайфе однако его downside это то что при наличии определенного количества шилда то есть 85% его recovery speed снижается до 100% то есть мы не можем восстанавливать более 85 шилда контрится это караб дорогой но дает прямо билдообразующую штуку которая позволяет регенить наш шилд чем меньше у нас его становится перезарядка шилда с данным поясом не сбивается получением урана и также он конвертит часть нашего хп в energy shield делая нас довольно таки тонкучими ребятами и открывает все наше хп для того чтобы зарезервировать его аурами это был наш пояс ну и соответственно получаем то что теперь наши ботинки перчатки чест и шапка должны быть energy shield амулет в принципе остается наверное без изменений лично я опять же лично я брал местного разлива headhunter то есть eternity бегая с ним мапки он дорогой брать его не обязательно но в принципе если вы сфокусированы на маппинге альтернатив на маппинге ему абсолютно никаких нет вот оставлю для примера все таки обычный амулет к моменту переодевания уже желательно бы на нем поймать хоть какие-то полезные статы вот и перейдем собственно к шапке шапка должна быть на energy shield базе с опять же со spell брустом его к сожалению здесь нету но долго эта шапка у вас не продержится потому что бисовым слотом для данного билда будет charging inspiration charging inspiration дает нам возможность зарядить максимальное количество зарядов довольно таки быстро с помощью вот этого прока нашего спеллберста и за каждый потраченный заряд спеллберста дает additional damage это очень много вот плюс она дает плюс один саппорт гемов это опять же как минимум 5 процентов мора со всех наших саппорт гемов вот и даунсайдом является то что при использовании любого спеллберста мы тратим половину нашей текущей маны текущая мана это та мана которая осталась после резерва то есть у вас ее там 100 то шапка будет требовать 50 маны для того чтобы скастовать наше заклинание вот сильно круто дорого возможно да лично я в начале религи брал его там за 200 буквально через 3 дня он подорожал там 5 раз вот чистом чистом мы отказываемся от любого хп на наших вещах соответственно берем любую энерджи шелдовую базу вот настоятельно рекомендую в суффиксе брать полрезы как одним из статов изначально и ролить на этом части не знаю все что вам необходимо в плане резистов стараться и максимально возможное количество энерджи шелда по остальным статам я расписывать не буду вам будет виднее никаких резистов вас не будет хватать с нескольких ваших слотов вот ботинки у нас также должны быть с каким-нибудь энерджи шелдом и ну желательно чтобы там был конечно муспит ботинки мы вскоре сменим но пока что как проходной вариант я оставлю их здесь далее варежки эти мы конечно же снимаем они не дают нам никакого шелда вот и сразу бы хотел порекомендовать вот подобного рода перчатку может быть в начале надыбить ее будет не так просто которая восстанавливает нам 4% всей нашей маны при использовании любого спела вот это позволит решить вообще все проблемы с устойном маны вплоть до того что можно будет выкинуть magical source из билда вообще очень полезно очень классно опять же берем максимальное количество энергии шелда и какие-нибудь полезные суффиксы в виде резов палки остаются абсолютно без изменений все что мы использовали то и продолжаем использовать кольца опять же абсолютно такие же memory релики менять нету единственное становится более актуально брать плюс один джамп на релике потому что мы убираем его с варежек далее расклад талантов здесь не меняется единственное мы что делаем это меняем нашу бутылку на force at start force at start запускает нам реген шелда нужно это в случаях когда вот нам дали по лицу и продолжают давать по лицу и чтобы запустить речардж чтобы его с нас не сбивали единственное что нужно саппорт гемов это cooldown reduction если останется энергия то можно взять all in далее сетап наших ауэр претерпевает максимальные изменения так как мы теперь можем позволить себе резервить хп мы берем данную связку precise projectile желательно иметь уже precise версию это добавит два добавленных projectile увеличит урон далее precise elemental резистанс precise элементал амплификейшн так как мы являемся варлоком мы можем позволить себе использовать selfishness мана cost мультиплеер мы можем себе спокойненько заменить на 105% благодаря перку of the beaten track и именно из-за этого можем использовать precise seal conversion опять же для того чтобы максимально эффективно использовать наше хп такой сетап и отсутствие мана резерва в нодах godess of knowledge позволяет зарезервить 99,5% хп если не изменять память вот далее следующим важным моментом является добавление автодефенса так как у нас много кулдаун рекавери спида аптайм наших дефенсив скиллов будет очень хорошим берем frost shield это снижает физический колдовый урон точнее fire урон который у нас ходит delayed pain который не дает инстантно получать большой урон растягивает его на время растягиваемый урон на время можно скомпенсировать постоянно ричаржащимся шелдом который не может быть сбит вот и третьим гемом лично я брал protection field так как у нас все еще в сетапе остается суммон тандер спирита который дает нам много атак касс спида соответственно это и мины дополнительные и кулдаун рекавери спида далее у нас также остается курс он хит скорч единственным изменением тут будет нахождение целой кучей ау нам нужен energy fortress как минимум это будет одной аурой и в зависимости от того в каком сетапе вы играете то есть базовом без ботинок или с ботинками о них я сейчас расскажу мы добавляем еще 2 ауры это magic source просто первого левела ради плюс одной ауры первого левела и swiftness опять же ради плюс одной ауры тоже первого левела это делает количество наших аур раз два три четыре пять шесть шесть аур можно обузить как говорится да с помощью данных ботинок ботинки называется лон волкер бутс увеличивая эффект аур на нас в зависимости от того сколько на нас ау при наличии с минимальным роллом шесть аур мы можем увеличить ауруэффект на себе на 60% это очень много урона это очень много резистов это очень много шилда и короче полезно до ужаса настоятельно рекомендую воспользоваться данным сетапом и так будет выглядеть ваш финальный сетап дпс подобного билда уже является порядка нескольких миллиардов лично я в подобном сетапе смог разогнать вплоть до шести миллиардов закрыть пятый поп закрыть третьего босса лик механики причем довольно таки хорошо танча его удары то есть билд не стеклянный опять же при необходимости умеет очень хорошо свечиться между сетапами с уроном мувспидом и прочим 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 практически забыл рассказать про фичу нового патча а именно табличках к сожалению табличек с персонажа которым я играл у меня не сохранилось однако сильно критичных в билде табличек нету настоятельно рекомендую когда вы спекаетесь в лоу лайф брать вот данную данный перк поизный трелив это дает еще больше дефенса еще больше additional дэмэдж тейки на минус вот с какими полезными статами ну а так в принципе это обычный спеллберст кастер вот и крайне желательно взять на него дополнительный фокус блессинг максимальный фокус блессинг это синергия с нашими кольцами вот крит дамаг за фокус блессинг рестор маны может быть чтобы исправиться от одной из аур да плюс ко всем скиллам полезно но не критично максимальный спеллберст и спелл скилл и крит дамаг за спелл скиллы опять же очень очень нужны но жить можно и без всего этого если вдруг у вас подобного не находится в не знаю в вашем бюджете или в принципе такого нету на рынке не знаю какой соплай этих табличек будет в следующем сезоне тут же опять можно брать максимальные блессинги но это еще дороже и использовать мы из них будем только фокус блессинг однако существуют моды которые позволяют при получении фокус блессингов это если не изменяет талант из спирит колера получать другие блессинги сейчас я попытаюсь его найти да вот это он при получении фокуса tenacity agility sustain тоже очень хорошо по поводу того что брать пока у вас нету lowlife поиск на релив в таком случае не очень актуален лично я брал табличку с тегом verbal abuse это штука так как у нас есть довольно таки много слотов позволяет зарезервить дополнительную курсу и увеличивает курс эффект соответственно дает довольно таки много урона и стоит они вообще нисколько не стоит грубо говоря да можно выбрать себе какую-нибудь с довольно таки неплохими статами может быть даже с двумя вот как такую к примеру в принципе покатит любая обилка которая дает projectile damage spell damage fire damage так что тут что-то конкретное рекомендовать я не буду выбор остается за вами вот что еще порекомендовать если честно я сюда не знаю вот примеры геймплея приводить видео я их не очень хочу оставлю ссылками в описании к видео сделаю хайлайтов на свои стримы вот вы можете посмотреть все это вживую как игралось как одевалось и так далее и тому подобное в общем это все наверное что я хотел сказать про бинго надеюсь что данный билд будет вам полезен и приятен геймплея удачи в освоении не забывайте что сытый триммер делает контент гораздо лучше и качественнее а также не мается головной болью по поводу того что же ему жрать завтра и как быть и подобные вещи да так что не сытя поддерживайте меня на всяких там платформах типа бусти или подписками или донатами на донейшин на лерс и на стримах в общем заходите туда не забывайте вся информация по поводу того что куда я собираюсь делать и где нахожусь всегда есть в моем дискорде ссылочки опять же в описании заходите не стесняйтесь всего вам самого наилучшего с вами был Антоп пока